Всем привет! С вами проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Но в этом году юбилей отмечает не только Балакова, но и самый известный его житель Василий Иванович Чапаев. Семья Чапаевых переехала в Балаково из Чебоксар. Это было вынужденное бегство поближе к хлебной столице, где было чем кормить детей. Отец Василия Ивановича работал плотником и учил ремеслу своих детей. Рядом с домом находится мастерская, в которой маленький Вася работал вместе с папой плотником. И это здание хотели снести, потому что оно очень ветхое, но тем не менее удалось доказать его историческую ценность. И поэтому пока мастерская на месте. Поселились Чапаевы на окраине Балакова в Сиротской Слободе, где стояли одинаковые маленькие деревянные домишки. В этом небольшом домике и жил Василий Иванович вместе со своей семьей. И сегодня здесь происходит нечто удивительное. Давайте посмотрим, что. Сегодня в доме музея Чапаева шумно, то и дело заходят гости. А все потому, что 9 февраля у Василия Ивановича день рождения. И в этом году отмечается юбилей 135 лет. И с пустыми руками никто не приходит. Каждый несет подарки. Георгиевские кресты, те важные, наверное, солдатские награды, которые ценились в период царской России, они были высокого статуса. И, конечно, орден, первый орден молодой тогда советской власти, это орден Боевого Красного Знамени. Пусть это ему лежи, но они пополнят фонд музея. Ведь именно такие награды получил Василий Иванович за годы службы. Многие знают о Чапаевой из документальных и художественных фильмов о гражданской войне. Его показывают как сильного, уверенного в себе командира, который решительно ведет в бой дивизию. Что помогло Василию Ивановичу стать именно вот таким вот легендарным наш делом? Какие-то черты характера, может быть, воспитания? Ну, Василий Чапаев с детства был необычным мальчиком. Он был лидером среди детей сиротской слободы. Заводилой во всех играх. Дети, которые здесь жили, выбирали его командиром во всех играх. Несмотря на то, что Василий был заводилой, он слыл очень ответственным мальчиком с повышенным чувством справедливости. Он любил учиться, но бросил школу в третьем классе. Не мог терпеть, когда смеялись над его внешним видом. Наступил 1 сентября, мальчик переходит в третий класс, приходит в рубашке с холщовой сумкой через плечо в лаптях. Пацаны окружились, стали смеяться. Один говорит, ха-ха-ха, опять Васька Чапаев пришел в школу в лаптях. Другой говорит, да вы че, это у него модные ботинки в 24 клеточки. Когда школьный день закончился, он пришел и заявил, больше я в школу не пойду. Это было последней каплей, которая переполнила его терпение. Сменив холчовую сумку с тетрадями на инструменты плотника, Василий стал усердно помогать отцу. Они исходили пешком всю Саратовскую область, строили дома, церкви, мебель на заказ. Работа была крупная, работа была мелкая. В Балаково сохранился, на Чернышевского 112 сохранился дом, построенный братьями Чапаеву. Юный Василий был примером для многих своих сверстников. К его советам прислушивались, и именно Чапаев смог превратить толпу дворовых мальчишек в театральную труппу. Их приглашали выступать даже в купеческие дома. Порой приглашений было так много, что юные артисты возвращались домой под утро. Василий Иванович у нас организатор Балаковского театра, а пошло все от колядок. Вот как только проходит Новый год, начинаются Рождество, святочные дни, святки, и они колядовали. Очень этим людям нравилось, и балаковские купцы на перебой стали приглашать Чапаева с его ватага ребятишек в свои рестораны. Артисты были очень изумлены, когда однажды на сцену полетели яблоки, конфеты, мелкие деньги, что им за их развлечения еще и платят, стараются их отблагодарить. Семья Чапаевых жила небогата, а потому не могла себе позволить изыски в одежде. Но при этом Василий всегда старался выглядеть презентабельно. По воспоминаниям, парень был модный, любил красивую стильную одежду. Фронтоватый был Василий Иванович Чапаев. Волосы носил на прямой пробор, была у него модная прическа бабочка. В 1908 году Василий был призван в армию, но через полгода его вернули в запас по неизвестным причинам, но по одной из версий из-за болезни. Тогда никто и предположить не мог, что этому молодому человеку суждено вернуться на фронт, что он войдет в историю, став знаменитым командиром. Очень его любили на фронте товарищ, сразу же его командование выделяло, какой необычный солдат с инициативой. И он сразу за короткий срок становится младшим интерофицером, потом старшим интерофицером, а потом дослужился до звания фельдфебеля. В книгах и фильмах о Василии Чапаеве фигурирует еще одна личность – Анка-пулеметчица, но не все верят, что это реальный человек. Сейчас мы узнаем, действительно ли была Анка-пулеметчица, потому что вокруг нее ходит очень много легенд. Расскажите, пожалуйста, правда ли она была и кто это был вообще? Действительно, у Василия Ивановича в дивизии воевали женщины. И Мария Андреевна Попова, вот так звали ее в реальной жизни, действительно воевала у Василия Ивановича Чапаева, и она стала прообразом Анки-пулеметчицы. Девочек было очень много в дивизии, она была самая первая. Кого Маша, Таня, Света зовут? Бойцы говорят, так мы всех не упомним, а давайте одинаково всех называть Анками. Жизнь Василия Чапаева была короткой, он прожил всего 32 года, но очень яркой. Вокруг него всегда были люди, готовые идти за своим командиром хоть в огонь, хоть на верную смерть. Василий Иванович мог остаться всего лишь одним из многих командиров гражданской войны, но история сделала свое дело, и Чапаев стал легендарным. Василий Иванович был и остается самой известной исторической личностью своей эпохи, человека, которым стоит гордиться. И такие люди делают наш город.